Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Вот такой вопрос. Вот мы говорим в молитве, что говори Господи, слушает и дослышит раб твой. А вот если ничего в ответ не слышим, как понимать? А так и понимать. Вы Слову Божию верите, что написано в Святой Библии? Конечно. Ну и воевает его голос и есть. А что он верный, это Господь побуждает Духом Святым. А так бы считал, как басня какая-то. Еврейские сказки. А раз вы верите, значит вы поняли, приняли, услышали. И заговорил со мной Господь, как через Слово Свое, не простое, а записанное. Даже больше того, чем бы я голос слышал. Голос еще надо проверять, а тут не надо проверять. Тысячелетия проверенными. Вот так, дорогой брат Андрей. Понял. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Да. Я ничего никогда не слышал за всю жизнь. Никакого голоса, ничего. Но я знаю, что я молился, а Господь ответил. Я просил, чтобы Александр приехал домой, вернулся домой. И никто не знал. Я делал печи. Допустим, 30 рублей по рублям. Бабкам говорю, отдавайте деньги нищим. И просите, чтобы вернулся домой Александр. Ну не думает, сын или кто. Я об солженистей молился-то. Он вернулся. Он не просто вернулся, а по моей молитве. Я все годы молился о крушении сатанинского режима коммунистов. Об этой империи зла. И когда она лопнула, для всех это было кому-то плохо, хорошо. А я знал, Бог ответил на молитву. Молитва великого значения. Если бы не так, у меня бы не было детского лагеря. Не было вот этой организации, как он в Северной Корее. У кого телефон найденный, суд ему 8 лет там. А мы свободно ездим. Меня пригласили за границу. Они оплатили. Я по Америке много ездил, выступал. Этого ничего бы не было. А я только директор детского лагеря. 45 лет. Сколько посеяно было. Какие миссионерские поездки. Мы проехали от Барнаула до Владивостока. А потом до Лиссабона, Португалия. Скандинавия, Прибалтика. И везде подарили. У меня 38 томов книг вышло. Ни одной не было бы при советской власти. И подарили в 650 библиотек. Вот как. Бог услышал. Даже лошадь нельзя было иметь. А сейчас, ну, воруют. Да, воруют. Но сейчас там белоса-то разбирается. А мы к этому не причастны. Мы только молимся за Андрея. Чтобы Господь сохранил его. Мне Господь дал силу такую. Каждую ночь вставать на молитву. Под звездным небом молиться. А потом сразу заходить домой. И сразу сто поклонной молитвы. Хотя ее тут нету. Ну, просто Господь так делает. А то я Божий голос расслышал. Хотя не слышал. Что меня арестуют. Как будет процесс этим. Мне все было показано. Во сне. На каком кресте я лечу. А он. Крест, примерно, полторы тысячи тонн. Железный. Я спросил. А почему я один? Господь говорит. Первый пойдешь. Будет гонение на всех. Ну, вот я и пошел. Пять тюрем и лагерь за плечами. А люди, которые не знают. О, это дед такой. Он там, то, да. Еще спрашивают. Не отвечай. Никому не отвечай. Плохо говорит. Он может видеть меня лучше, чем я сам себя. Ну, вот так. А кроме этого, он говорит, слушает и дослышит пожелания. Не только слушает, а чтобы поверил в это, что мой Господь говорит. А если голос услышишь вопреки Библии, считай Галатам 1, 8, 9. Ведь если бы мы, апостолы, или ангел с неба, говорить не то будет, да будет анапимое проклятие, хорем. Вот и все. Да, да. Душа моя, да возлюбит Господа всем сердцем. Вот, да, это пожелание. Да, здравствует, ты говорим, да. То есть, я желаю. Тут два варианта еще. Слушаю. Никого нет, отхожу. Игнатий Тихонович. Да. А вот еще такой вопрос есть. Вот в посте. Вот первые христиане уже в апостольских правилах, читаем, что в среду и пятницу у них восстановление. А Игнатий Богоносец уже про четыре десятницу говорит. И вот у меня вопрос, а как у них выглядел пост? То есть, как они постились? Ну, нигде пить и не есть ничего. В рот не брать. А это послабление по нашей немощи. Я уж не говорю что-то. В пятницу, даже сейчас, сегодня, не разрешается больному ничего, кроме растительного масла и там, ну, назначено вино, там, если все. Рыбу нельзя. А в Соловецком монастыре в самом основании заложено сущее. Сущее это рыба сушеная. Почему? А другого ничего нету. Как протопол по вакууму, говорит, я сквернился с звероядиной. А пока, да никак, Пашков всех там заморил, и поэтому звериным волк задрал лося. И осталось, нельзя есть человеку. А я ел, говорит, потом помолимся, иначе я умер бы. Вот так что тут надо смотреть. Понно, Игнатий Тихонович, благодарю вас. Аллилуйя. Так, все, никого нет, отхожу. Так, все, никого нет. Так, все, никого нет. Продолжение следует...